Итак, ну что ж, Ария Рума, мои маленькие любители, покушать и космических путешествий у микрофона, как всегда, ваш похожий слугам Амору, и это великолепная игрушечка Факторио с умодом Кроссторио 2 из Space Exploration. За кадром, как я люблю это говорить и всегда об этом говорю, произошли кое-какие глобальные во всех смыслах изменения. Изменения первые. Я перестроил здесь немножечко схему с нашими ядерными реакторами. Решил отказаться от поездов, которые доставляли бы сюда топливо, и пусть все делают дроны. Как мне кажется, это гораздо эффективнее, и чем меньше этих будет ядерных реакторов, тем будет больше эффективности и не будет просадок по электроэнергии. У меня произошел баг после обновления мода Space Exploration. У меня все сбились каким-то чудом настройки сигнал-ресиферов, и космические пушки все работали бесперебойно, из-за чего мне пришлось резко их отключать, искать неполадки и все заново перестраивать, буквально заново. В результате, хорошо, что все обошлось, более-менее я все умудрился восстановить. У меня в результате моих переделок возникла проблема, у меня очень сильно не хватает меди, из-за чего я решил заняться основателем этой станции, и понаделал еще несколько станций по добыче меди. То есть у меня вот здесь вот такая вот оборонка получилась, здесь вот вроде как я доразведал жилу, и более-менее она у меня сделана, и так по мелочи. Ну и множество было оптимизационных моментов, я много что именно мелко где-то что-то постраивал, уточнял балансировку и так далее. Но самое приятное, что я очень много здесь исследований изучил, в том числе фиолетовые колбочки, которые мне здесь стали доступны, благодаря чему я очень скоро смогу производить вот эти вот энергетические исследовательские пакеты. Но для их производства мне потребуется очень много-много чего, и нужно начинать по порядку. Я уже поисследовал, поизучал, очень большое количество ингредиентов будет связано именно с гальминитом. Это новая руда, которая, счастью, есть на вулкане, на моей теперь любимой официальной планете. Я уже много здесь понастроил. Во-первых, мне пришлось сильно так увеличивать масштабы будущих построек, это во-первых. Во-вторых, гальминит, который здесь есть, большая часть жил, они не такие большие, всего 4 миллиона, здесь вот есть 2 миллиона и так далее. Я их потихонечку начал расстраивать, здесь как минимум есть 2 станции, которые гальминит будут доставлять. И здесь сделал примерно такую же систему, как и с иммерситом, только весь гальминит, который здесь будет, они будут отправлять на наивис. И здесь на наивисе мы будем его обрабатывать. Но прежде чем с ним что-то сделать, мне нужно всю логическую цепочку производства гальминитовых плит пройти от начала до конца. И первое, что здесь я хочу начать производить, это что-то типа анион ионных шариков. Я без понятия, что именно это такое и есть ли этому аналоги, но в любом случае это нам очень сильно пригодится. Здесь понадобятся нам гальминитовые стержни, и давайте с них, пожалуй, и начнем. Я уже слетал над ракет и немножечко здесь модифицировал систему. Получается, здесь всего работает одна доставочная пушка, но я сделал так, что вторая доставочная пушка как раз будет доставлять все необходимые ресурсы на наивис. В таком случае давайте не будем время зря терять. И здесь вот организуем небольшую систему по загрузке крионита в этот сундук, чтобы в случае чего вот эта вот станция была бы точкой, где мы крионит могли бы загружать на наивисе и использовать его в дальнейших производствах. Но для этого мне понадобится здесь сундук доставочной пушки и еще всего помаленьку. И останется лишь мне сделать здесь логическое условие, чтобы я смог нормально крионит отправлять на наивис. Я вижу то, что входной сигнал у нас тоже заполняется, начал потихонечку. Иначе беспрепятственно я могу всю эту систему включать. Если вдруг с этими стержнями возникли какие-то неполадки и какие-то проблемы, то обязательно нужно будет идти и снова всю эту систему перестраивать и налаживать. Но надеюсь, этого не произойдет и все будет в порядке. Я понимаю то, что скорость какой будут попадать предметы в склад не очень большая, но это будет регулироваться уже после. Останется здесь всего два ингредиента, это пар и азотная кислота. Так, поезд на пластмассу я запустил. Сейчас с аммиаком тоже вроде проблемы должны решиться и он запустится. И последняя станция, которая у меня здесь будет, она будет только на уголь. Как я понимаю, мне здесь потребуется большое количество пара. И как мне кажется, уголь, которого у нас реально большие количества, без проблем сможем здесь использовать. Так, давайте посчитаем. Здесь у меня есть вроде пропорции как-никак. Погоди, а зачем мне уголь, если есть оказывается здесь какие-то электрические бойлеры? Вот они. А зачем мне использовать уголь, если есть электричество? Хотя, электричество это такое дело не постоянное, а угля у нас реально очень большое количество. Так что давайте его на всякий случай будем использовать. Что-то у меня не особо получается на самом деле просчетом это рассчитать. Давайте сделаем, а дальше посмотрим. Думаю, ничего страшного не произойдет, если я воду размещу таким вот образом. Из этой воды уже буду качать воду. Так, а вот это вот я очень скажу, что плохо. У меня над ракете отсутствует электричество от слова совсем. Видимо из-за того, что я сейчас в очень интенсивном формате отправляю ресурсы на другую планету, это сжирает очень сильное электричество и солнечных панелей не хватает. Как вариант, здесь можно построить ядерную станцию, которая бы запускалась в крайнем случае от нехватки электроэнергии, как в данный момент, чтобы эффективно расходовалось топливо. Ну или в ином варианте захватывать больше территории от кусок и строить здесь большее количество солнечных панелей. Но это в любом случае я буду делать за кадром, поскольку это не очень-то интересно на самом деле. Пока что я разместил этих болеров 5 штучек и думаю этого хватит. И угля тут оказывается реально очень большое количество, так что я уверен, что его хватит нам сполна. 80 химических заводов и сделать вот такую цепь, где пластмассы и креонитит будут идти по одной линии конвейера, но я думаю в этом вообще никаких сложностей нет и начнем мы пожалуй где-то от от Седова, чтобы была возможность в случае чего вгружать пар. В результате у нас получится большое количество этих шариков, поэтому лучше сейчас будет рассчитать минимальное количество, чтобы в итоге в продукции у нас хотя бы была одна линия конвейеров. И получается 30 химических заводов придется всего лишь разместить на одну линию. Вот она единая схема. Сейчас подумаю над вводом данных, сразу после того, как я возьму всю эту схему вот так вот, 3D скопирую отсюда. И сейчас еще 3 таких схемы получается полностью готовы. Я здесь же размещу, для того, чтобы получить необходимое соотношение. И останется здесь всего лишь подвести провода. Я не думал, что так произойдет, но у нас очень маленькое количество. Сейчас здесь производство происходит над ракетей, из-за чего стержней прям невозможно маленькое количество. Но к сожалению, если за этим лететь и с этим разбираться, то это все слишком затянется и затратится на это невозможное большое количество часов. Поэтому пока что я просто буду строить по возможности и что из этого дальше получится. Ну, вроде плюс-минус, как-то так это все готово. Сейчас это все должно достроиться. И мы должны будем это все вывести и, допустим, вот в эту ячейку загружать. Но когда мы будем это загружать, вообще непонятно. Гипотетически мы вот этот с вами пункт сделали. И дальше предстоит переработка гальминита. Для этого потребуется 80 центров механики. И думаю, я пока все вот это безобразие достраивается, с гальминитом пойдем мы с вами и разбираться. Как раз я вот сюда вот в этот цех отправлюсь. И сделаю примерно такую же схему, как вот здесь вот. Только здесь вот будет гальминитовая руда, загрузка. Ведь по сути мне отсюда просто надо будет доставлять этот гальминит. И сделать так, чтобы здесь он не смог скапливаться. И вот в этом же цеху я его буду перерабатывать. И как я люблю это говорить с момента последнего сказанного мною фразу, прошло очень большое количество времени. Я модернизировал всю систему у нас на базе. Выяснил, оказывается, как именно должен гальминит, который у нас добывается, перерабатываться. Первое, что я сделал, окружил базу на дракете водой. Меня очень серьезно достало то, что необходимо сюда постоянно летать и постоянно как-то обслуживать эту базу. И водяная защита по периметру хоть как-то поможет обезопасить меня от кусок. Также мне пришлось здесь сделать ядерный реактор, поскольку крионита теперь требуется гораздо большие объемы. И даже в таком ключе вот этой вот системы полностью не хватает. И возможно мне придется здесь даже расширяться в будущем для того, чтобы обеспечить всю полностью базу крионитом. Ну или же есть вариант попроще, просто отправлять крионитовую руду и уже на базе ее обрабатывать. Я еще буду рассматривать эти варианты. После того, как я это сделал, я продолжил наращивание вулканита здесь на базе. Как я вижу, здесь у нас серьезные проблемы по электричеству. И это мне вообще не нравится. Но выхода у нас нету. Я продолжаю наращивание и увеличение масштабов солнечного строительства. Но даже в таком варианте у нас всего не хватает. Отправка гальминита здесь полностью функционирует и функционирует очень успешно. Поезд здесь циркулирует. И пока что особых проблем я не наблюдаю. Постепенно я продолжаю увеличивать базу на нашей орбите. И следующие изучения будут происходить, как я понимаю, именно здесь. После того, как я занялся гальминитом, я начал отправлять его на наивис. Где он попадает вот в эту систему с помощью капсул. И уже с помощью измельчителей перерабатывается. Здесь на все про все 40 измельчителей стоит. Стоит банальная система по отсеке измельченного гальминита и камня. Камень у нас уничтожается. А измельченный гальминит идет по цехам вот в этот поезд. И здесь он уже оседает. А здесь же идет мой любимый предмет в виде вот таких вот шариков. Я безумно полюбил этот предмет, поскольку мне его безумно не хватает. А не хватает его по большей части из-за нехватки крионита, с которым я испытываю большие проблемы. Шарики доставляются сюда. Здесь они смешиваются. В химических заводах. В одном цеху у нас стоят, получается, их 30 штучек. И весь прикол в том, что здесь у нас идет измельченный гальминит, а здесь эти шарики. А на выходе получаются те же самые шарики и тот же самый гальминит, но в два раза меньше. К тому же получаем еще хлорид гальминя и грязную воду. Ну, грязную воду, понятно, мы сжигаем в факельных печах. Все то, что касается вторички, по обратной системе возвращаются. Складируются в сундуках. И делаются в приоритетном, что сначала они загружаются в сундуки и сначала они используются. Так у нас получается экономить буквально половину ресурсов, которые мы используем на эти крафты. А хлорид гальминя идет и загружается дальше поезда. И таким образом у меня получилось практически один целый поезд забить этим хлоридом. Но этого, как я понимаю, очень малое количество. И мне придется его как-то увеличивать. Это максимум, чего у меня сейчас получилось добиться. Я осознаю и понимаю, что мне сейчас предстоит гигантский колоссальный пласт работ. Как минимум потому, что я хочу заняться тем, что буду здесь увеличивать количество креонита, которое здесь перерабатывается. А для этого понадобится тотальную перестройку делать. И скорее всего все производство креонита я буду переносить на наивис. Но это слишком колоссальное действие, которым я пока что не готов. Для того, чтобы дальше продолжить нам изучение, мне потребуются здесь энтрифуги. Хлорид гальминя и медные кобеля соединять. Потом гальминевый пирожок смешивать с перофлюксом. Получать расплавленный гальминей. И в тех же самых литейных машинах получать гальминевые слитки. По сути это безумие все просто. У нас уже есть подобные схемы. Я думаю, ничего сложного в этом нет. И мне предстоит их в будущем просто взять и скопировать. И дальше уже из слиточков получится без проблем создавать плиты, которые понадобятся в дальнейших исследованиях. Это я пожалуй оставлю за кадром. Поскольку это по большей части скучный и монотонный однотипный процесс строительства. Который на мой взгляд не нуждается в каких-то излишних комментариях. А пока у меня здесь готовы к производству продвинутые солнечные панели. Их мощность больше в 2,5 раза чем у солнечных панелей. Я думаю использование таких вот солнечных панелей очень сильно мне пространство экономит. Но есть еще одна проблема с которой я здесь столкнулся. К сожалению у меня на дракете заканчивается иммерсит. Если здесь посмотреть то в этой жиле 21 и 58 тысяч что крохи. Из одного миллиона осталось всего 200 тысяч. Один бур уже даже соответственно мои дроны снесли. Это реально какие-то крохи. И постоянно так переезжать мне вообще не улыбается. И скорее всего на этой планете Виверны мне придется строить базу с иммерситом. Как я вижу тут даже фрагменты ядра содержатся на иммерсит. Но мне очень не нравится то что здесь вот такое большое количество ульев кусок. Я боюсь представить что здесь будет дальше учитывая общее количество этих кусок которые здесь содержатся. На секундочку даже да. Вот здесь угроза 67% в то время как на наивисе всего 33. И на Виверне также я не смогу обороняться с помощью воды. Я просмотрел здесь большую часть планет которые находятся в нашей солнечной системе. И как ни странно комар в плане иммерсита нравится мне больше всех планет которые здесь в принципе есть. Например хотя бы по той причине что по большей части на всех планетах где есть иммерсит воды. Как здесь обороняться я не представляю. И судя по всему я буду пока здесь строить эти рудно добывающие промышленности. И как-то здесь пытаться выживать. За невозможностью сделать что-то большее. Если так посмотреть то производство вот этих солнечных панелей я вполне могу организовать на шине. Мне не будет хватать только азотной кислоты. И все остальное уже имеется. Еще иммерситовые кристаллы. По сути все это производство я могу давным давно организовать на шине. Вообще с этим никаких проблем я думаю не будет. А как у нас кстати с кристаллами дела обстоят. Ну их много. Это меня конечно же радует. Значит я думаю без проблем смогу организовать производство того что мне необходимо. Я еще также забыл сказать об одной немаловажной вещи. У меня по какой-то причине здесь сбились все настройки. У меня здесь есть допустим ракеты которые я отправляю на орбиту. У нее имеются все необходимые компоненты чтобы запуститься отсюда снова. Но автозапуск этой ракеты отсюда не работает по какой-то причине. Несмотря на то что у нее стоит вроде условия запуск при полной загруженности. Она полностью загружена. И как только сюда прибудут недостающие секции грузовой ракеты. При какой-то причине она просто запускаться не будет. Я вынужден в ручном формате ее запускать. Возможно это как-то сбилось в результате обновлений. Но у меня нету пока что точной уверенности в этом. И пока что я вынужден просто это руками делать. Вот о чем я и говорил. Ракета полностью заполнена. И она не работает. В любом случае сейчас мне понадобится сделать здесь две станции загрузки. Как-то так выглядит вся схема. Сейчас останется лишь настроить мне выгрузку. Что по сути делается очень легко. Надеюсь с иммерситом теперь впредь проблем не будет. Эти новые солнечные панели помогут мне в два с половиной раза. Получается эффективнее экономить всю электроэнергию. И способы выработки этой электроэнергии. Кто бы сомневался что я забуду о такой немаловажной вещи как азотная кислота. Сейчас исправим. И производство новых солнечных панелей запущено. Пока все это я строил. Я поймал себя на мысли то что вот этот гигантский пласт работы который мне предстоит сделать за кадром. Я думаю спокойно можно было бы сделать на стримах. Пишите что вы думаете по этому поводу в комментариях. А я пока в таком случае буду потихонечку заканчивать. Всем спасибо что смотрели. У микрофона был как всегда ваш покорный слугам Мору. Еще услышимся.